Приветствую вас на канале Особенной Пети. В этом видеоролике я покажу и расскажу, как мы с Петей дома занимаемся. Хочу сразу вас предупредить, что я здесь увеличила скорость ровно в три раза, поэтому Петя все делает гораздо медленнее. Дома мы стараемся закрепить те навыки, которые получаем на занятиях. Сейчас мы с Петей раз в неделю ходим на групповые занятия в Центр Сияния для детей Синдром Дауна. И иногда у нас случаются визиты в другие развивающие центры, куда ходят в том числе и нормотипичные дети. В качестве разминки мы с Петей сначала попели песенки, потом прошлись по ортопедическим коврикам, позанимались на гимнастическом шаре. И вот Петя преодолевает мой импровизированный туннель, который я соорудила из стульев. Ну а дальше мы уже переходим к основной части нашего занятия и перемещаемся за стол и стул. Кстати, в качестве стола я использую имеющийся у нас икеевский столик. Он идеально подходит, потому что его высота как раз таки 50 сантиметров. В этой части мы, как правило, изучаем с Петей зверей. Некоторые ему могут быть знакомы, иногда я добавляю каких-то новых. Но вот сегодня это Мишка, очень хорошо ему знакомый, и Зайка. Зайка такой необычный, выполнен из дерева, поэтому он Петю особо привлекает. И я специально даю время малышу, чтобы он зверей как следует изучил. В этот момент я, Пете, конечно же, дополнительно что-либо про них рассказываю, мы играем. Это важно, чтобы потом, на следующем этапе, малыш уже на эти игрушки не отвлекался. Очень здорово, если еще дополнительно показать потом и закрепить изученное на карточках. Тут мы уже переходим ко второму этапу, и я предлагаю Пете на выбор два предмета. И прошу выбрать правильный. Я говорю ему, например, Пете, возьми ложку. Потом мы этой ложкой, естественно, зверей кормим, то есть отрабатываем такой важный бытовой навык. Можно, скажем так, усложнить задачу и попросить покормить в конкретного сфере. Далее я заменяю предметы, оставляю, например, зубную щетку, убираю ложку и добавляю стаканчик. И прошу Петю помочь мне напоить зверей. Вот, в принципе, он неплохо с этой задачей справляется, так как все происходит в игровой форме. Малыш очень сильно вовлечен. Теперь я опять вернула первую пару предметов, и на этот раз я прошу Петю выбрать зубную щетку. В принципе, он правильно выбирает, хотя и за ложкой тоже тянется, но ее я отодвигаю. Я сделала замену наших зверей, и теперь у меня хрюша и собачка, которым нужно почистить зубы. Я хочу отметить, что несмотря на то, что я поменяла зверей, Петя на них не отвлекся и выполнил мою просьбу. Потом я попросила Петю помочь мне покормить зверят. С этой задачей он тоже справился. И в процессе этого занятия я, конечно, слежу, чтобы Петя не переутомился, чтобы он не потерял интерес к этому процессу. Потому что как только ему надоедает что-либо, даже с элементами игры, то бесспорно он не станет ничего делать. Так как Петя был еще расположен позаниматься, я ему предложила из трех предметов выбрать правильный. И мы с ним отработали такой навык, как «дай, дай, дай». Я сейчас ему демонстрирую, как это выглядит жестом, потому что словами он выразить не может. А вот руками, если он чего-то хочет, Петя мне активно сигнализирует. Но здесь он уже стал терять интерес, поэтому мы быстренько решили устроить перемену и пройтись по ортопедическим коврикам, покачаться на качелях, ну и, в общем, немножко размяться. Еще иногда я прошу покачать ту или иную игрушку на качелях. И это тоже очень классное упражнение для того, чтобы малыш, во-первых, взял правильную игрушку, во-вторых, сделал то, что вы просите. Сегодня вместо этого упражнения Петя просто повисел чуть-чуть на кольцах. Мы размялись, и можно возвращаться за стол. Сейчас у нас с Петей творческая часть занятия. Я предложила ему полепить из пластилина. Что можно делать с пластилином? Ну, во-первых, отщипывать кусочки и размазывать пластилин пальцем на листе бумаги, что, собственно говоря, мы сейчас и делаем на видео. Можно скатать, например, из оранжевого пластилина морковку и опять достать зайца и покормить его этой морковкой. То есть показать малышу, что из пластилина можно что-то сделать. Но определенно больше Пете понравилось отрывать кусочки от пластилина и растирать их на листе бумаги. Будет очень здорово, если вы будете следовать инициативе ребенка, но и настаивать на каком-то новом действии тоже нужно так очень деликатно и аккуратно. Я все-таки решила попробовать еще раз Пете предложить скатать из пластилина на этот раз шарик-колобок. Поэтому заяц Пете простился. Я достала кусочек желтого пластилина, показала, как можно из него также скатать сначала колбаску, потом раскатать уже непосредственно колобок. Делаю я все это Петиными руками или сама он прям внимательно наблюдает. Потом вместе с ним мы сделали глазки, нос, рот и прилепили. В принципе, это занятие Пете немного увлекло. Осмотрев то, что у нас получилось, Петя все-таки решил, что из этого куска пластилина тоже можно поощипывать и порастирать на бумагу. И тут мне понравилось, что в принципе Петя стал делать это практически все сам, самостоятельно. Я лишь только предлагала Пете новые цвета пластилина и где-то немного его направляла. И мы очень долго вот так вот лепили, потому что Петя действительно был так поглощен этим процессом, что мне совершенно не хотелось это все прерывать и отвлекать его. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok